Добрый день, друзья! На связи Диктатура Закона, и сегодня мы с вами в очередной раз говорим про исполнительную надпись. Что это такое, как она влияет на нашу с вами жизнь, все в этом видеоролике. Итак, поехали! Итак, представьте, что в один из прекрасных дней вам наложили арест. Основания могут быть при этом разные, начиная от неоплаченного штрафа, заканчивая банковским каким-то займом, либо долгом по какой-то расписке. Мы внимательно изучили все ваши комментарии и поняли, что некоторые вопросы требуют дополнительного разъяснения. Исполнительная надпись. Вот так вот выглядит этот документ. Сейчас банки, микрофинансовые организации, онлайн-займеры, да все, кому не лень, идут к нотариусу и выписывают там исполнительную надпись. Этот документ, он является вообще основанием для возбуждения исполнительного производства. Сейчас, наверное, вообще всех запутал. В общем, сейчас люди не идут в суд, а идут к нотариусу, выписывают вот эту бумагу и отдают ее на исполнение судебнику. Тот, в свою очередь, налагает уже аресты, выставляет вам ограничения, проводит торги и так далее и тому подобное. Теперь, что делать с такой исполнительной надписью? Вообще, по закону, по идеальной модели, исполнительная надпись, она выносится по бесспорным требованиям. Когда вот имеется долг, имеется его признание, должник не возражает против взыскания. Вот в таких случаях, по закону, вообще должны выноситься исполнительные надписи. Но, как мы видим, на практике ситуация выглядит совсем наоборот. Должника не уведомляют. Это все проходит за спинами. Они специально создают искусственные препятствия для ее обжалования и так далее и тому подобное. В общем, сейчас все по порядку. В первую очередь, это касается онлайн-займеров и микрофинансовых организаций. Все они не любят судиться. Секрет раскрыт. Если вы хотите выбесить коллектора, либо чувака, который вам звонит из микрофинансовой организации, скажите ему «Подай на меня в суд». Ну а суд это дорого, долго и опасно. Особенно для онлайн-займеров. И об этом я расскажу в следующем нашем выпуске. Итак, онлайн-займеры, поняв, что суд это дорого, долго и опасно, решили пойти по пути наименьшего сопротивления. И мы в большей степени предполагаем, что они договорились с отдельно взятыми нотариусами, которые пачками выписывают для них исполнительные надписи. И представьте себе, что все это происходит за вашими спинами, и по факту вы узнаете, что на вас наложили арест, и либо на работу пришла бумага о взыскании или удержании 50% с вашей заработной платы. Что нужно сделать в таких ситуациях? В первую очередь вам нужно найти судебного исполнителя. Его вы можете найти по бумаге, которую он вам направил, либо по реестру должников. В общем, в поисковой строке Яндекса набираете «Реестр должников». Далее на сайте вбиваете свой ИИН. Далее находим судебного исполнителя. Вот здесь вот он указывается, его номер, адрес, и вся необходимая информация, в принципе, здесь уже разворачивается. Данный сайт работает для всех наших казахстанцев. Информация общедоступная. И, по сути, она сделана для того, чтобы максимально быстро гасить все задолженности. Но мы здесь собрались не для этого, поэтому идем к судебному исполнителю, связываемся с ними и требуем предоставить нам копию исполнительной надписи. По закону вы имеете право ознакомиться со всеми материалами исполнительного производства. И для этого вы просто пишете заявление в произвольной форме с текстом «Прошу вас ознакомить меня с материалами исполнительного производства». Этого достаточно. Судебный исполнитель вам обязан будет предоставить все необходимые документы. Итак, получив исполнительную надпись официально, вот с этого времени у вас потекли сроки для обжалования. Они составляют 10 дней. Вот ровно в течение 10 дней вы должны написать возражение и отправить на адрес нотариуса, который выполнил эту исполнительную надпись. И это второй и заключительный шаг, что нужно сделать. Отменить исполнительную надпись. Для этого вы готовите возражение. Готовите самостоятельно, либо у любого нотариуса, кто более-менее разбирается в этих ситуациях. Для тех, кто решил возражение написать самостоятельно, мы специально для них прикрепляем образец. Ссылка будет доступна под этим видео. Качайте, нам не жалко. При этом не забывайте, что подлинность подписи в любом случае сейчас нужно удостоверять у нотариуса. Ну вот чем они все поставили на бабки. Хочешь исполнительную надпись, плати нотариусу. Хочешь ее отменить, опять плати нотариусу. Удостоверяй подлинность подписи. Вот такие вот требования, друзья. Еще одна подсказка. Многие из вас зададутся вопросом, о, а как я найду нотариуса в Кызлорде, либо нотариуса в Алма-Ате, который выполнил эту исполнительную надпись. Нотариус, друзья, также легко ищется в поисковой строке Яндекса, Гугла, неважно. Они все находятся в публичном реестре, поэтому проблем с этим у вас точно возникнуть не может. Ну и финальный шаг, ребята. Постановление об отмене вы должны вручить судебному исполнителю. На этом попытку получения легких денег с вас вы точно пресекли. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете связаться вот по вот этому мобильному телефону. Отменим, что называется, сомнительные займы вместе. На этом все, друзья. Это все, что мы хотели рассказать вам к этому часу. Делитесь этим видео, продвигайте его своими комментариями. Пусть максимальное количество людей знают об этом. На этом все. Не прощаемся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok